Вся труба Это большой магнит Пучки в трубе летят в противоположные стороны Чтобы потом сойтись в одной точке И разбиться Устроив мощнейшее ДТП Со времен большого взрыва А вам тоже интересно Что произойдет, если засунуть туда голову И встретиться с таким пучком энергии Благодаря одному случаю Мы знаем что Это У-70 Крупнейший в СССР Ускоритель частиц 40 лет назад физик Анатолий Бугорский Случайно засунул туда Голову Пучок частиц попал ему в затылок Прошел через мозг и среднее ухо И вышел через нос Ученый оглох на левое ухо И начал страдать от эпилепсии Однако интеллект не пострадал Он до сих пор жив и работает нару Человеку, который умудрился засунуть голову в ускоритель Невозможно повредить то, чего нет Тут, собственно, на группе ученых бояться нечего Тут про индивиду На русском ускорителе Здесь в большом адронном коллайдере энергии в 200 раз больше Так что голову просто разнесет в пыль и все И шапка больше не понадобится Окей, не будем экспериментировать с головой Итак, мы разогнали частицы и устроили мощнейшее ДТП Что будем делать дальше? Фотографировать Но нам потребуются необычные фотоаппараты А какие тогда? Вот такие Это главная часть коллайдера Детектор По сути, это огромные фотоаппараты, которые регистрируют квантовую магию Основных детекторов на коллайдере 4 Атлас, самый большой, длиной 46 метров И на котором зафиксировали базу Хиггса Элис, на котором создают большой взрыв в миниатюре LHCP Где изучают вопрос, почему мир и антимир не симметричны Мы говорили об этом в выпуске про симметрию И CMS И компактный меонный соляной Который, конечно, нифига не компактный, а весит как эйфелева башня И на котором мы находимся прямо сейчас Это пятиэтажные швейцарские часы Каждая деталь которых четко отрабатывает свою функцию Пиксельные и трековые детекторы Отслеживают путь частиц вылетающих при столкновении Калориметры останавливают частицы и поглощают их, чтобы измерить энергию Наконец, снаружи стоят огромные пластины для мионов Частиц, которые прошивают вообще все вокруг Вот они, мионные руса Все это нужно, чтобы частицы, летящие со скоростью света Устроили самое красивое шоу, ради которого мы здесь собрались Детекторы это не только мощные фотоаппараты Это еще и машина времени Алиса, позади меня, переносит нас на 14 миллиардов лет назад В то время, когда атомы еще не сформировали молекулы Вообще, вот эта вот игра в адронный коллайдер Она, по сути понимания Напоминает следующее Представьте, шахматная доска На которой происходит игра в шахматы Есть одна клеточка для наблюдателя Который смотрит то, что происходит, но не знает правила игры вообще в принципе И вот он по тому, как меняется картинка О, черная клеточка Белая фигура Черная клеточка, черная фигура Такая-то, такая-то Он что-то видит, но не понимает сути происходящего И пытается заниматься гаданием Так вот, можно взять, не полениться, сесть и сосчитать Какие здесь правила на этой доске Тем более, стартовые позиции известны У вас есть наблюдаемая картина мира У вас есть первичные силовые взаимодействия Можете посчитать, что из этого правда Что из этого неправда Получить достоверную картину мира И в рамках этого уже ставить эксперименты А можно глядеть вот так через одну дырочку Держа в голове какие-то неведомые правила Ведь картинка-то усложняется Одно, когда вы честно сказали Да, мы вот здесь вот не знаем, какие правила Вот здесь вот мы знаем, какие правила, да, по шахматам А другое, когда вы Там, где вы не знаете Вы нам выдумывали себе фантастических правил, да? И уже такие А, вот, черная клеточка, белая фигура Это сиреневый дракон Передвинул третьей пяткой фигурку Когда ваше правило насочиненное, навыдуманное Вы никогда не приблизитесь к результату Что бы вы ни делали Вы просто отдаляетесь от понимания От результата Печалька? Отматывайте ваши лженаучные обредни Убирайте фальсифицированные разделы физики И уже с чистыми мозгами возвращайтесь к работе Только один способ Наука Научный метод Законы логики Без этого Все это Суета Да и самих атомов Не было Благодаря Элис Мы знаем Что в такую долю секунды После большого взрыва Не было даже протонов Вот, вот Вот это вот Большого взрыва Не было протонов Это как раз Вот сказка Про сиреневого дракона С зеленой пяткой Который вы насочиняли И вы Пока вы повторяете этот бред Невозможный Большой взрыв невозможен Потому что пространство расширяться не может Может только материя в пространстве перемещаться Все У пространства нет такого свойства Чтобы погнуться Это научный факт Известны уже столетия Большой взрыв Вот повторять про большой взрыв Это стыдно Лучше голову засунувать Под пучок Чем повторять Нейтрон и атом Их содержимое плавало отдельно Вселенная была заполнена Кварбленной плазмой Чем они сокрашат Внутри нее Достигается температура В 9 триллионов градусов Это невообразимо много Это в тысячу раз жарче Чем в центре Солнца Так было при большом взрыве 14 миллиардов лет назад Так происходит и сейчас Здесь Другого места во Вселенной Мы не знаем Но чтобы достичь такой температуры Протонов уже не хватит Нужно что-то потяжелее Здесь сталкивают ядра свинца Самого тяжелого Из стабильных элементов И если все МС Сталкивают их ковушки То тут сталкивают грузовики Вот как они разлетаются На миллионы деталей Но откуда столько частиц Дело в том, что на квантовом уровне Происходит нечто странное Внутри При такой энергии Появляются частицы Которых не было изначально Представьте, что вы сталкиваете Два арбуза А получаете апельсины И яблоки И даже кайхуа В этом и суть квантовой механизмы При этом А законы физики Это не нарушает Сравнение хорошее Два арбуза получается Ну это вот Примерно уровень развития науки Да, научного метода То, что происходит Вот аборигены Такие на острове Сидят Арбузы Прибивают В течение И они такие Давай дубину Ударим по арбузу Может там яблоки Какие получатся И долбят Ударим по арбузам Это долбят Ударим по арбузам Масса остается прежней Было 10 килограмм арбузов Стало 10 килограмм других фруктов Каждый раз Полетают разные фрукты Поэтому нужно сталкивать Много раз Чтобы получился Джекпот Таких столкновений В секунду Происходит Миллионы Чтобы собрать данные О миллионах столкновений Нужен суперкомпьютер И он находится За этим стеклом Слышите шум Все это процессоры Которые постоянно Обрабатывают информацию Это помещение огромное Примерно метров 100 Вот я вижу И 50 Вот так Здесь находится Невероятное количество Процессоров И здесь Очень жарко 30 лет назад Здесь был всего Один сервер Сервер Майнинговую ферму Напоминает Если потом Еще это выяснится Будет забавно С которого начался Весь современный интернет Вот он Тройной WHTML Гипертекст То есть правила По которым работает Весь интернет Сегодня Стартовали отсюда А вот Первая В мире Сетевая карта Видео с YouTube Гифки с котиками Сайт госуслуг Телеграм Нетфликс Все это Началось здесь С желания физиков Делиться информацией Об устройстве Нашего мира Коллайдер называют Рудником данных В год Они обрабатывают Сотни Петабайт информации Это настолько Удачная И мощная Система вычислений Что ее использовали Для разработки Вакцины От птичьего гриппа Этот центр Вместе с еще одним В Будапеште Это нулевой ярус Компьютерной сети Данные этих двух центров Рассылаются по всему миру Где их обрабатывают Уже тысячи Других ученых Информацию СМС Изучает 3800 человек Элис 1800 человек ЛХСБ 1300 ученых И Атлас 3000 человек На фото Лишь часть команды Никто Не собирал их В одном месте Чтобы Продолжить дальше Мне нужно Рассказать вам Про стандартную модель Как я обещал В начале выпуска Помните Что это за частицы И зачем они нужны Вы уже знаете Мы состоим из клеток Клетки Из молекул Молекулы Из атомов Атом Из электронных оболочек И маленького ядра В центре Ядро Из протонов И нейтронов И вот здесь Кончается школьная физика Но нам нужно Опуститься дальше Глубже Итак Протоны И нейтроны Состоят Из кварков Склеенных Глубже Те 69 кг Из начала выпуска Внутри меня Это и есть Пружинки глубже Которые скрепляют 700 грамм Моих кварков Они Элементы Стандартной модели На всякий случай Чтобы совсем Головы не ломались Все Частицы В этом мире Могут иметь Только планетарную систему Другое строение Невозможно Никакие пружинки Невозможно Никакие сопельки Невозможно Это Чтобы оставалось Ясно И не ломался Мозг Хотя бы По этим позициям Вся материя Сегодня Все Абсолютно Состоит Только Из этих Частей Нейтрино Образуется На солнце А вот Остальные Предъясные Странные Очарованные Кварки Меоны И тао Были материи Только в момент Зарождения Вселенной Сейчас их нет Но их можно Получить В коллайдрах А вот Бозоны Эти частицы Определяют Как материя Между собой Взаимодействует Они как И Вот Эта Тоже Концепция Не является Достоверной В плане Что Какие-то Частицы Были В момент Зарождения Вселенной Сейчас Их нет Их можно Получить Или Или он Не так Выразился С точки Зрения Сохранения Энергии Сохранения Материи Если Какой-то Объект Существует Он Существует Он Переходит С одного Состояния В другое Меняется И так далее И так прочее Но Это количество Материи Оно Всегда Будет В том Или ином Виде Существовать Не обязательно Вещественном Плане Он Будет Посыльные Скачут Между фермионами И сообщают Что им делать Друг с другом Глюон Отвечает За сильное Взаимодействие Мощнейшую Силу В природе Она Как клей Склеивает И Формулировка Сообщают Что Надо Делать Это Тоже Поэтическое Сравнение Чисто Технически Невозможно Никто Там Ничего Никому Не сообщает Это Тоже Надо Понимать Скажем Ну Просто Канал Дезинформации Такой Который Транслирует Лженаучное Знание В мир Ну Это Не знание Просто Сведение Лженаучное Сведение В мир Кварки Внутри Протонов И нейтронов Фотон Переносит Электромагнитные Взаимодействия Это Радиоволны Видимый Свет Всех Цветов Радиация И сила Отталкивания Молит W-бозон И Z-бозон Переносит Слабое Взаимодействие Они отвечают За радиоактивный Распад И термоядерную Реакцию В центре Солнца А вот Частицы Которые Свяжут Все остальное Воедино Бозон Хиггсон Одна частица Чтобы Править Всеми Как она Будет Выглядеть Представьте Шарик Как в школе Представили Действие Передается Только На полевом Уровне Поэтому Это Уже Отход От логики Если Вы Этого Не понимаете Либо Как блогер Либо Со всей Этой Группой Ученых Которые Не могут Сосредоточиться Но Это Факт Можете Забыть Об этом Фермионы Бозоны И прочие Элементарные Частицы Вообще Нельзя Представить Нельзя Унюхать Нельзя Потрогать Нельзя Увидеть Ничего Нельзя Сделать Это Магия Говорить О которой Мы можем Только На языке Математических Уравнений Вот Вот Средневековая Такая Шарлатанская Бесовщина Магия Ну Магия Да Окей С этим Понятно Да Вернемся К стандартной Модели Она Не так Проста И имеет Обратную Сторон У каждой Из этих Частиц Есть Злой Брат Близнец Частицы Антиматери Они Ничем Не Отличаются Кроме Знака Заряда У электрона Положительно Заряженный Электрон Или Как его Называют Позитрон У протона Антипротон У водорода Антиводород Встречаясь С матерей Они Взаимоуничтожаются Выделяя Энергию Антиматерию Можно найти В космосе Или Произвести Здесь На фабрике Ну Это Просто Послушаем Без комментариев Антиматерия Это Самое Дорогое Вещество Которое Только Знало Человечества Сюда Антипротоны Залетают Почти На скорости Света Очень быстро Но Исследовать Их сразу Не получается Это Как Рассмотреть Номер Поезда На полном Его ходу Невозможно Поэтому Антипротоны Нужно Замедлить Это Делают Здесь В Таких Ну Вообще Так На всякий Случай Для понимания Для общего Какой-то Отдельной Особой Антиматерии Не существует Ее не может Существовать Вот Вся Материя Вне Зависимости От Того Как Товарищ Употребил Заряды Она Обычная Материя Существует В нашем Же Реальном Мире Замедлить По самому Обычному Принципу Что-то Извлечь Из космоса Фантастического Анти Которое Было Чем-то Отличным От нашей Обычной Материи Невозможно Это Либо Некорректная Трахтовка Результатов Либо Злонамеренное Жульничество Замедлителях Каждый раз Когда протоны Пролетают Через них Они теряют Энергию И по итогу Замедляются В тысячу раз Чтобы наконец Попасть в такую Магнитную Ловушку Где они Могут Храниться Годами Здесь Мощные Магниты Отталкивают Частицы Антиматерии От стены Это как Ловушка Для привидения В охотниках За привидениями Она не дает Антиматерии Взаимодействовать С обычной Материей Да Антиматерия Опасна Больших количеств Один килограмм Антиматерии Вместе С материей Могут устроить Взрыв Мощностью В тысячи Атомных Вон Сброшенных На керосине И это будет Абсолютно Чистый взрыв Ни радиация Ни отход Только Взрыв Для антилюдей Которые состоят Из антиматерии Мы Будем Антилюдими И поэтому Ричард Фейман Как-то сказал Если вы Протягиваете Здоровая С человеку Правую руку Здесь мы Просто уже Отдалились От какого-то Научного Контента И чисто В мире Фантастики В мире Таких Развлечений Пребываем Комментирую Только в этом Русле Можно А он вам Левый Бегите Потому что Вы можете Взорваться Да Я понимаю Все это Звучит Просто Как новый Сезон Рик и Морти Абсурдная Непонятная Реальность Но Такова Реальность Квантовая Реальность Такова Реальность Вашем Надуманном Придуманном Неадекватном Мире В принципе Посмотрели Так Почти 20 минут Тут еще 8 целых минут Негигиеничного Пойла Какого-то Это нельзя Видеть Это надо Развидеть Это нельзя Смотреть Но Мальчик Наверное Ни в чем Не виноват Некто Топ Лес Он Ведет Заблуждение И будет Заблуждение Зевак По всему Свету Вот Такая Вот Забавная Ситуация С вами Был Виктор Катючек К теле Канал Научный Трибунал Мы Рассказываем Правду О науке Вот Грустную Правду Подписывайтесь На наш Канал